всем теплый солнечный привет из Алании всем привет Володя Люда Лена и конечно же я мы сегодня едем в пиратскую бухту мы сегодня собрались сюда наконец-таки конечно же берем вас с собой сейчас мы едем по дороге по старой дороге в Газепашу прекрасными шикарными видами любуемся сейчас остановимся в Газепаше покажу где вкусняшки можно купить мы хотим купить какие нибудь там пиццы и покажу где очень вкусные и очень дешевые мы остановились в Газепаше напротив мечети самое удобное мы уже пробовали подъехать туда но здесь нужно крутиться чтобы не крутиться не тратить времени ставим прямо на дороге машину переходим по пешеходному переходу и прямо эта беречная прямо за мечети напротив мечети сделаем новую закусочную вода Тавук но я так полагаю что это примерно такой же как Тавук Дунайси но если мы может на обратном пути может быть мы заедем сюда покушаем но не обещаю если будем голодные только берег в общем-то вот здесь прям тоже прямо возле мечети очень вкусный очень свежий и очень дешевый сейчас все покажу мировая мы взяли три пиццы взяли вот такие пидешки и две вот такие длинненькие это мы взяли с собой сейчас может быть еще что-нибудь с собой возьмем с одними с собой или здесь не давайте здесь по одной да давайте пока тепленькая давайте пока тепленькая вроде завтракали все позавтракали да там всех большие глаза все хотят здесь еще мы еще возьмем ну что показываю рассказываю мы взяли сейчас вот таких три пиццы три пиццы взяли мы еще с собой взяли пиде еще четыре штуки с собой одни закрыты две закрытые две открытые потом покажем когда будем кушать вот в общем за все за все за все мы взяли заплатили 360 лир это получается 10 евро еще аран еще четыре арана входят в эту стоимость так что здесь очень дешево кто будет проезжать обязательно останавливайтесь и покупайте десяточка это на всех это классно до 4 на 4 причем за два приема еды это сейчас мы покушаем еще еще и на природе покушаем и все на 4 за 10 евро класс пицца очень вкусно горячая горячая только из печки в общем таких цен в махутлари давным-давно и в Алании нет горячая очень лент как тебе пицца очень вкусно мы всегда сюда заезжаем когда едем в эту сторону сюда заезжаем полакомиться я только последний ветерок такой немножко я взял бумажку такой руки вытер и расположил сюда думаю о блин сдула бумажку лена же как так у меня уже подрезала что поели попили вкусненько тебе было ой как хорошо это так приятно срочком обдувает все вкусненько правда кто-то там шумит и говорить не очень удобно в этот момент нам кстати нужно зайти и посмотреть курс какой здесь можно денежку поменять сейчас вот 3480 курс официальный курс евро клири здесь очень плохой курс здесь 3380 3380 да он по-моему дает 3380 если менять сейчас допустим это менять в углу твари то получишь где-то 3450 3430 может быть где-то вот так то есть тут очень плохой обменник знайте и не пытайтесь меняйте деньги мало не держите девушки в сберкассе еще не открылись то вода тавук все ясно курица на сковороде и я кинда бурада это уже скоро дружище google все скажет клянусь ты что увидела . мне ребята сказали что называется это бугенвилия очень красивая неяркая а у нее такие нежные красивые очень цветочки варить такую одну сорвал поставь но нельзя на ядовито ядовито она или не давито самое главное чтоб жена была не давито вот так делать нельзя никогда так не делается мы смеемся пиццу не хотела уже летела сейчас проезжали и там аист на гнезде сидит ну а почему бы и нет что здесь не должно быть аистов конечно здесь есть аист а вот кстати такой факт вот в эстонии например аистов очень много в литве у вас есть а здесь очень много а в финляндии аистов нет как вы думаете почему вот говорят так что аист не может пролететь от 60 километров над водой без посадки то есть вот ребята кто из финляндии может быть я не прав сейчас но я так слышал что в финляндии нет аистов именно по той причине что не каждая птица может пролететь до середины днепра то есть через финский залив перебраться аисты не могут если они прав пишите обязательно в комментариях так ли это или нет от газе паши у нас получается мы сейчас проехали вперед в сторону версии на 33 с половиной километра и сейчас будет поворот направо смотрите вот здесь будет коричневый такой знак стоять на нем написано антиохия и все и по этой дорожке вперед 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 мы поднялись на самую вершину горы и проехали там старинное кладбище и вот это вот гора камней не что иное как древний храм мы сейчас туда пройдем и посмотрим ли носик храм пошли в храм здесь кстати очень красиво вид на море камушки все пронумерованы все лежат ждут своего часа может быть когда-то будут реставрировать этот храм стояла вот на этом пригорке мы сейчас туда пойдем и посмотрим вот там наверху ну отсюда виды таки открываются я представляю какие виды были с этого храма цветочек цветочек и солнышко да смотрите как классно лесками до скрепляли все эти элементы ну что надо бы подняться наверное на этот храм и посмотреть его поближе эти какие колонны делали смотрите какие резные вот это да вот это да посмотрите какие элементы резные вот и скажи мне как это вот делалось какими инструментами это могло делаться это же было такие масштабы это не так что там одну колоночку обтисать удивительно удивительно действительно удивительно потому что сейчас какие технологии я работаю все время с природным камнем я не знаю чтобы такую вот колонну сделать современные технологии я не знаю сейчас все настолько упростили ну я не знаю сколько там уже труда сколько это нужно какие инструменты должны быть чтобы вот такой вот резную колонну сделать вот как вы сами думаете тут же все она же все будет все как оно же все обтачивалось словей нет да нет пойдемте посмотрим вот там еще один очень интересный элемент такой и вообще элементы такие огромные в общем как как их таскали здесь я не представляю конечно вот какие должны были быть станки какие должны были быть инструменты и вот это же вот каждый каждая деталь она вся это все было обточено все ровненько все красиво элементы картины видно он да все бегут все бегут я вот это увидел я вот это увидела я смотрите что увидел посмотрите какая красота это возможно когда-то был портрет императора может быть скорее всего или аполлона прикасайтесь к истории конечно безусловно найти в интернете да вот здесь вот я где-то читала вот где нету плит здесь были найдены захоронения какие-то и ровные блоки вообще совершенно ровные гладенькие каждый даже маленький камушек вот везде все помечено цифрами какими-то да обязательно кто это у нас тут спрятался посмотрите ребята кто это тут спрятался вот она шипит еще чуть-чуть поиграться с черепашкой вот она спряталась у тебя не обидит маленькая ай-яй-яй вот у меня на место обратно где нам прячется лен иди сюда вот так сразу не скажешь груда камней а на самом деле храм когда-то был я знаю здесь были разные бани и купальни вот это бассейн а вот здесь все что засыпано вокруг бассейна щебенкой на самом деле там внизу красивая мозаика из плитки она просто закрыта но на самом деле там вся красота вот здесь внизу закрыли камнями чтобы люди не испортили на самом деле здесь купальни вон везде внизу спустился и купайся в любом месте здесь да действительно все вот это закрыто хочется раскопать и посмотреть но мы покажем если найдем фотографию как на самом деле здесь что находится под этим здесь бассейн то есть насколько я понимаю что здесь была древняя спа далее вот такие были спа так вот есть такая табличка тут написано что внимание получения риск получения травм и повреждения древних сооружений просьба не входить лен просьба не входить и так это только просьба тоже не запрет и вот остатки древних сооружений это скорее всего были дома обычные квартирки все фото это поднимаешься на метр посмотрите здесь и круче еще на метр подымаешься посмотрите здесь еще круче но я думаю что подняться будет очень тяжело потому что вот с голыми ногами вот там вот не просочишься не просочишься даже не лезь елена не лезь вот эта дорога посмотрите на нее лена обдерешь внизу обдерешь ноги не говоря надо сюда подниматься здесь целая здесь погулять еще можно выше подняться здесь вообще в общем короче обдерешь ноги не плачь слышу кричит ё-моё да ленусик так что если вам написано просьба не входить идите вот здесь все самое интересное и классное вот многие едут эту в эту пиратскую лагуну там конечно тоже очень шикарно очень красиво мы сегодня туда доедем всем вам покажем но тут на каждом шагу просто и мы еще даже не поднять мы еще даже не поднялись это точно поднимаемся как у вас впечатление вообще дух захватывает все таки какая красивая страна это турции внизу какая чистейшая вода смотрите вот это вот ребята пляж это мелоди пляж а пробраться вот на этот пляж мелоди у нас хоть есть ролик про него там целый квест это нужно проехать по банановым плантациям там подняться и вообще сейчас там все закрыто перекрыто будто добирались очень сложно но это того стоит вот сейчас там тоже несколько человек есть представляешь лента сейчас чих-то хоромах чих-то апартаментах гуляешь здесь на самом деле очень божественно красиво свежий воздух холодный ветерок тебя обдувает и запах от этих камней такой специфический я чувствую такой запах немножечко как будто подвальный странный такой здесь интересно где стояла дверь видно где были упоры на где был даже создаем засов видно прямо отверстие где ходил засов то есть двери были мощные чтоб люди если что вдруг могли забраться сюда закрыться и чтобы было не пробраться сюда неплохая была квартирка и может я здесь когда-то жила может быть а колонну это помнишь колонну не помню а меня а тебя помню тут надо быть очень внимательным я хочу сказать что камни так навалены нужно очень осторожно ставить ноги обязательно в хорошие обуви и быть очень внимательным и лучше все-таки весной да или осенью но знаете сейчас даже зимой я такая классная погода хорошо прохладный ветерочек птички поют все цветет всякие цветочки маков столько много везде и так красиво и красные и белые и розовые цветы и запахи разные вообще изумительно весна в турции это что-то да вот ребята делают раскопки как раз отсюда уйти просто невозможно просто нереально хочется уже хочется занырнуть ребята говорят уже когда же мы в голубую лагуну доберемся а вы знаете вот это вот ворота в город а может быть надо это как вообще здесь какая красота посмотрите везде вот куда глаз не ляжет везде от все красотища здесь были когда-то ворота на подобие анталии видели тоже вот таких блоков ну и там посмотри вот вдалеке видишь красная крыша там это для того чтобы не разрушалась мне кажется это времянка такая построена попробуем парите вот здесь под землей наверняка все это было закопано вот недавно видно что недавно это раскопали ой володя вышел классно а смотрите вот где засыпано щебенкой вот здесь наверняка тоже тоже что-то засыпано спрятано наверняка здесь тоже какая-то мозаи а вот она мозаика я даже вижу посмотри лент посмотрите ребята вот она мозаика каменная то есть все что вот засыпано наверное посмотрите какие вот сюда и сюда вот ступенечки да старинная плитка вот ребята плиточники смотрите как раньше ставили плиточку такой это ж каждый этот кусочек конечно да 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 это прям каждый кусочек был сделался ох какие помещения интересны здесь тоже была плитка здесь она и есть наверняка тоже все засыпано посмотри весь пол засыпан вот интересно до открыть мне тоже интересно вот она посмотрите лена хитрая показывает то что показывать нельзя никому пока но вот для того чтобы не испортили все закопай обратно обязательно закопаем обратно что вот здесь интересно было в этих арках но я подозреваю что здесь здесь скорее всего видно что вот это вот закопчена giona да здесь скорее всего свечи факел и стояли скорей всего видимости здесь вообще все закопченое видимо ну скорее всего здесь стоял факел и и поэтому вот это все черное копченое и там точно также шо ветерком обдувает до очень всего закрыта геотканью ну потихонечку делают раскопки вот и поставили крышу чтобы это все не разрушалась это жирнова думаешь а ну да конечно да 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 прямо прямо это самая мукомольная машина наверное вот она или масло давили из оливок может быть или сок делали из винограда я не знаю вот интересно как вы думаете что это делали то есть вот это жирнова для чего для перемалывания муки зерна в муку или еще для каких других интересно целей как вы думаете вот этот большой вот такие жирнова какие-то маленькие есть такие как колеса сделаны все это вот стоит все что нашли вот так вот выкладывают трогать это лучше не надо все оставим как есть угостили нас бананами рассказывая обезьянка вкусный за прямо с веточки вкусный оставь попробовать чуть-чуть очень вкусно чувствуешь вкусно очень бананчик не который поспел уже потом под газом где-то а прямо прямо на кустике вызрел вкуснятина невероятно привку другую вообще другой вкус держи очень вкусный очень она что нашла это папайя вот там папайя растет вообще-то чей-то сад мы такие наглые остановились мушмула папайя ну а пару ягодок то конечно ничего не случится на лент угощайся вот посмотрите видели да как папайя растет а вот здесь зелененькие они чего так цветет папайя сам первый раз вижу как цветет папайя как растет видела как цветет нет два года назад мы когда здесь были первый раз ой два три наверное три двадцать первом году мы здесь были здесь такая не оборудованная была площадка а сейчас вообще смотрите здесь туалеты стоят можно пойти руки помыть сходить туалет чтоб не под кустик как классно а воды йог так что не в туалет не сходить ни руки не помыть а мы были снега вот там вот на той горе наверху мы были вот самая-самая верхушка тут две лагуны вот одна с одной стороны когда спускаешься к морю другая с другой стороны но вот мы на этой мы уже несколько раз были это как раз пиратская лагуна а вот справа я не знаю там сейчас люди купаются загорают но я не знаю как они туда спустились я думаю я даже не думаю я не знаю как они спустились тут по моему если пойдешь вот туда вниз тут можно не знаю шею сломать здесь то вот где мы спускаемся очень довольно таки такой трудный спуск и подъем вот смотрите сами насколько все круто куда идем налево направо налево а женщина правда не пойдем налево вот это да ну вот это налево вот здесь вот красивее лагуна мне кажется вы здесь не были вы же здесь не были все идем идем вот здесь какие-то обвалы долин вот этого раньше не было но болел здесь видимо ну вода текла зимой вот так подмыло и очень острый вот вот так вот видели да что происходит он лена идет смотрите как я уже раз кроссовки уже у меня какие побитые кожаные вот так что так что надо очень осторожно камни все очень острые да проходи проползает вот мы спустились на пиратскую лагуну красотища тут надо как горный козлик прыгать по этим камушкам давай козочка прыгай тут в общем то как будто бы что-то изменилось да здесь здесь как будто что-то обрушилась смотрите вот с прошлого года у меня есть кадры я кстати поставлю вот в таком прекрасном месте у нас сейчас будет маленький пикничок красота все флотаются уже а я тоже хочу пойти туда и скупнуться и Пикничок. Лена взяла шоколадочку, посмотрите, а теперь она перетекает из края в края. Это жижа теперь шоколадная. Ну и что, будешь, значит, есть пиццу с шоколадом. Маску сделаешь. Маску сделаешь. А попробуй, сделай маску, потом помоешь. Ох, классно, мы здесь отдохнули, покупались. Два раза целых. Два раза целых. Я хочу сказать, что вода здесь попрохладнее. Видимо, она здесь не прогревается так. Ну, не знаю, по какой причине, но мне кажется, на пару градусов холоднее. Но, тем не менее, это не помешало нам накупаться. А еще мне кажется, что здесь что-то изменилось. Как будто бы какие-то камни, что ли, упали. Или что, как-то по-другому все. Мне кажется, что вода ушла. Вода, скорее всего, ушла. Либо камни появились. Но какой-то другой, все как-то по-другому. А мне кажется, что просто вода ушла. Ну, нет, мы как-то по-другому. Мы пытались найти то место, где мы купались в прошлый раз. И что-то не нашли. Здесь как будто все кто-то перетусовал. Может быть, здесь были сильные штормы. Эти камни в степи поменялись тут местами. Ну, не знаю. В общем, мне кажется, что здесь что-то изменилось. Обалденное место. Сюда хочется возвращаться снова, снова и снова. И мы уже здесь, по-моему, третий раз. Четвертый. Четвертый, точно. Мы сейчас были вот там. А в следующий раз мы хотим все-таки с Леной, когда приедем сюда, сходить вот в лагуну, которая с правой стороны. Сейчас я вам покажу. Смотрите, какая здесь красота. Если там уже нет солнца, то здесь солнце есть. И посмотрите, как здесь красиво. Не менее красиво, чем там. Смотрите, какая красотища. Я хочу вот там поплавать с маской. Невероятно, что ни место. Одно лучше другого. По-другому не скажешь. Ну, я тебе хочу сказать, что действительно что-то изменилось. Я помню, как вот с того выступа парни прыгали в воду. Прыгали. И ты это снимал. А посмотри, сколько там внизу камней. Ну и что? Ну, потому что там сразу убьешься. Да не убьешься. Лена, кажется, что вот эти скалы обрушились. Нет, все так и было. Вот сними, пожалуйста, эту картинку, чтобы мы с тобой посмотрим и сравнили. Хорошо. Было ли так или нет. Не было. Фух, в горку тоже подниматься. Чувствуется так. Спускаться нелегко, подниматься тоже. Как тяжко тебе? С непривычки тяжело подняться. А если была жара, было вообще очень тяжело. Поскольку жары нет такой сильной, то нормально. Но устала. Это ты еще не куришь. И не пью. А еще хорошо, что здесь поставили мусорные контейнеры. Для разного мусора. И вот я вижу, что мусор в основном теперь попадает в контейнеры. не лежит вдоль дороги. А вот три года назад, когда на первый раз туда попали, тут мусор был просто вдоль дороги. Связаться приходится. Кое-что увидел. Сейчас ребятам покажу. Смотрите, тут везде старинные постройки. Вот тут наверняка кто-то из копателей что-то копал. Может быть, есть же всякие приборы, которые там золото, серебро. Ну вот, свежая раскопана, да, вот здесь. А вот здесь тоже осветил фонариком. Здесь какой-то кувшин замурован. И вот там, может быть, что-то тоже было. Не, мне кажется, тут просто отверстие сделано. Нет, это кувшин, наверное, или что-то. Это глиняный, наверное, виден. А может быть, какое-то отверстие, я не знаю. Не, мне кажется, что это отверстие какое-то в стене. В общем, местные тут тоже, наверное, играются, копаются. Копатели, наверное, есть. А вообще нет, это не кувшин. Смотрите, вот что это такое? Кто знаток? Блин, я не понимаю. Смотрите, вот здесь такое. Видите? И вот наверху. И вот справа. Вот. Посмотрите, вот там. Точно такое же, круглое. Это вентиляция? Может быть, да. И здесь тоже. То есть, возможно, это какой-то... Ну, на дымоход не очень похоже. Наверное, все-таки на вентиляцию. Скорее всего, какая-то вентиляция. Значит, там внизу что-то еще есть. Какое-то еще есть помещение. Если идет туда вниз. На каждом шагу. Это вот прямо мы здесь, вот прямо на площадке. Вот это вот строение. Прямо на площадке в Антиохе, где подъезжаешь сюда. И, конечно же, наверху там идет целая крепость. Вон она, наверху. И здесь крепость. И там какие-то построения есть. Старинные постройки. То есть тут везде, везде, везде. Везде история, на каждом шагу. Все усталые, но очень довольные. Сегодня классная у нас была прогулочка. И долго мы с вами не прощаемся. Все скажем пока-пока. Пока. Пока. Видно, что уставшие. Но не побежденные. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.